Сейчас речь пойдет о стрельбе. Я хотел бы рассказать, вернее даже показать некоторые особенности того, как надо стрелять. Вот перед вами сейчас некоторые моменты. Играет Алексей Н. Я хочу, чтобы обратили внимание, сейчас на видео показаны приблизительно схематически, как летят патроны. Собственно, сейчас мы посмотрим несколько моментов. А именно хочу обратить ваше внимание, чем вернее целятся игроки. Ну вот, одиночными сейчас отстреливает Алексей Н. И по центру прицела. При повторе видно, что по центру прицела, то есть выцеливание идет. То есть одиночными надо стрелять, ориентируясь самим просто центром прицела. Зажимая же, вот сейчас мы увидим, что Алексей Н. зажал противника. Но вот на видео сложно это заметить. Но на самом деле зажимая, прицел дергает. Это значит, что идет отдача вверх и Алексей пытается ее утянуть вниз. Причем, когда такой вот игрок стреляет, он старается держать прицел так, чтобы верхняя часть риски, ну вот верхняя риска, была на противнике. Сейчас мы особенно это увидим. Момент против отдачи, но противник выбегал. Очень сложно поймать такого противника на прицел. Сейчас будет в очень замедленном, как бы, варианте. И Алексей Н. вот видно, что потерял разброс. Но скоординировал сейчас свои действия на противника по верхней риске. Вот верхняя риска попала на голову противника. Вот приблизительно показано в графике, как это. И патроны, вот так вот примерно рандомно, цифра 7, ложатся вот в уровень этой риски. То есть стрельба на самом деле, она имеет случайный фактор. То есть в некотором случае можно быстрее попасть, в некотором позже. Но так или иначе все патроны пролетят в уровень верхней риски. Ну вот сейчас вот я хочу дальше обратить ваше внимание. Вот играет у нас Форест. Вообще Форест хорошо стреляет. Очень полезно смотреть за ним повки. И вот патроны при спрее летели от центра, потом в основании верхней риски. Вот мы видим при замедленном действии. И примерно я показал рисунком, в какую сторону, либо влево, либо вправо, они уходят. Но вот отдачу нужно старать погашать. Вот мы видим, что Форест немного прицел вниз опускает. Ну это и второй противник, что самое характерное, вот момент. На этот раз Форест сложно попасть с центром прицела в голову. И он просто по риске заспрейл, зажал противника. То есть там уже времени думать не было. Ну вот еще несколько моментов. Момент, когда противник падает и нацелиться на него очень сложно. То есть на уровень риски, то есть во время стрельбы, совмещает тело противника с риской. Например, это тоже самый быстрый момент такой. Вообще стоит еще сказать то, что просто вот совмещать тело противника с риской, вот как это сейчас делает Форест, недостаточно. Нужно знать, куда совмещать. А вот момент очень важный. Смотрите, вот казалось бы, риска, как я говорил, с телом противника совмещена. То есть вот почти что там должно пролететь все в голову. То есть риска на голове противника, а на самом деле все пролетело в миллиметрах от головы. Такое бывает, потому что это Counter-Strike. И случайно здесь имеет очень большое значение. Ну вот очень интересный такой момент. В движении зажимает у нас сейчас Тенполь. Очень хочу обратить ваше внимание, что риска во время движения на стрельфе прямо в наглую идет. Вот замедленный момент. И голова в тот момент, когда верхняя рисочка была на теле в районе головы. Ну это, конечно, близкое расстояние такое. И там погрешность стрельбы, как я уже говорил, достаточно невысокая. Ну вот еще интересный такой момент. Два противника минируют бомбы и просто поверхность риски с неудобного. Место у нас в Тенполь распространяется. Ну вот на замедленном повторе видно, что он пытается отдачу утянуть вниз. А какие места нам стрелять, если ты не знаешь, куда летит патрон. Ну вот я вам говорю, что по опыту своему, что патроны летят в район верхней риски. На самом деле можно целиться разными местами в прицеле. Но очень удобно это делать, как я вот уже сказал. Еще пару моментов. Интересные такие. Ну вот очень важна, кстати, стрельба. И когда слепой, нужно быстро нацеливаться. Но вообще прицел достаточно узенький такой. И после ослепления очень сложно его разглядеть. Но вот это уровень. Показатель уровня, что игрок очень хорошо играет. Вот момент, когда вот сейчас вот стреляет он на пристройку. Видно, что он пытается утянуть риску вниз. Но отдача бьет выше. И видно, что патроны прилетают чуть выше головы. То есть... Тут уже опыт. То есть... Как бы игрок хорошо играет, но... Чуть-чуть не дотягивает в некоторых моментах. Ну потому что разброс сильно уходит вверх. Но вот отличает сильного игрока от слабого то, что он попадает. Ну вот момент, когда, казалось бы, все патроны летят противника. Прицел на верхней риске. И расстояние очень близко. Ну вот видите сами. Такое тоже бывает, что... По верхней риске просто в упоре в центр прицела стрелял. Сейчас стендполь, но промахнулся. Вот еще момент чисто. Видно, куда стреляет. То есть улетает не в голову, а по телу. Но видно, как стреляет сейчас у нас стендполь. То есть выцеливание. Смотрите, как оно происходит. Ну вот сейчас момент будет интересный. Быстрый такой... Дроп на голову. Вот опять же, на повторе видно, в какое место прицела попал патрон, который пробил голову сейчас Дэйфу. Ну вот, собственно, вообще в Counter-Strike, на самом деле, очень важна именно скорость нацеливания. То есть даже знание того, куда надо стрелять, оно не так важно, как, наверное, вот дроп на противника, когда тот выходит. То есть тот, кто как бы встречается, если два отца, то есть опыт игровой, они... Может, даже если неосознанно стреляют, то есть не отдают себе отчет, куда улетают патроны, то есть, как я вот сейчас рассказываю, но есть опыт, есть понимание внутреннее такое, куда вот надо зажимать, то тут уже решит скорость стрельбы. Ну, конечно, вот у таких игроков, как Алексей из Virtus.pro, конечно, и Бориса, очень хорошая стрельба, вот видно. Это уже HLTV моменты, то есть не POV. Ну вот у Бориса, давайте посмотрим, интересный момент на парапете, то есть видно, что противник заходит, и Борис пытается, вот, прицел уходит наверх, и он опускает его по верхней риске на голову противника. Причем это надо стараться делать на первых пяти, наверное, патронах, потому что дальше, если вы зажимаете в стенку, посмотрите, то они уходят уже выше, правее, выше, левее. То есть они уже уходят в разброс. Ну, это динго у нас, интересный момент, просто миллиметр щелочка, и два противника друг над другом, то есть находятся и сверху вниз, то есть ориентиром верхняя рисочка. Вот так вот, хоп, провел, как ножом прорезал. Ну, вот это уже моменты одиночной стрельбы, потому что на некоторых дистанциях, на некоторых позициях, то есть нужно стрелять одиночными, потому что зажимать не имеет смысла, а разброс проконтролировать там очень сложно, так как место модельки, ну, сама моделька очень маленькая. Вот, кстати, вот очень интересный момент от Екса из Бигриб. Очень сложно попадать на парапете, когда уходят такие головы, вот сейчас вам покажу, вот. Зажимает у нас Екс, и резко переводит вниз. На замедленном повторе, давайте посмотрим, вот. Патроны попадают в голову, и присел по верхней риске. Опять же, нот второго противника он снес чисто по центру, нот и третий, очень важно, что я хотел бы сказать. Прицел расширяется, патроны сейчас начинают уходить вверх и лево, и Ексу просто физически не хватает времени, чтобы просто присесть и опустить прицел вниз по риске. Но это, конечно, еще нужно иметь реакцию, потому что в таких ситуациях нет времени задуматься, там буквально доли секунды. Но вот это отличает, как бы, отцов, от средних игроков и так далее. Ну вот, момент, пробегает у нас кто-то из виртусов, и Флаттера, пробивая, как бы, проталкивая верхней риской, вот это самое, убивает сейчас противника. Но я так просто называю ее, потому что мне так удобно. Ну вот и Йохан. Тоже расстояние очень близкое, и тут очень заметно, чем стрелять. Ну вот, видно, что он сейчас опустит прицел. То есть, на самом деле, первый патрон улетает чуть-чуть выше центра прицела, и это нужно учитывать. Вот, пару моментов еще от Йохана. Сейчас он будет зажимать. Ну вот, по центру зажимает, но он сразу убивает сейчас противника. Ну вот, и пытается сейчас законтролировать спрей. Тут очень сложно контролировать, потому что, во-первых, место с угла так сложно прорандомить. Не видно было, что разброс уходил вверх-налево. Ну вот, момент, когда, опять же, как и Динго в этой ситуации, он, Алексей Ка, у нас сейчас не спреил. То есть, по три бёрстом патрона стрелял одиночными. Ну вот, в таких ситуациях, когда моделька противника, модель сама, её не видно, то нужно стрелять одиночными по центру прицела. Ну, нужно учитывать, что третий, четвёртый и пятый патрон пройдут ближе к верхней риске. То есть, нужно либо интервал между выстрелами соблюдать, либо чуть-чуть опускать прицел. Ну вот, это ксенетрон у нас на стрельфах. Ну, смотрите, чем он целится. Опять же, понятно, что ничем другим, как вот верхней частью прицела. Ну вот, аркадные у нас такие действия. И опять же, всё летит в риск. Ну вот, это я хотел показать вам. А на самом деле, из этого видео, наверное, сложно будет что-то вот так вот понять. Я бы посоветовал вам посмотреть фраговые мувики, такие как Around the World, Team 3D на ВЦГ, когда они выиграли. Ну, ещё очень много, сейчас навскидку не вспомню. Вот там очень чётко, при хорошем качестве, видно, куда стреляют игроки. Причём, там обычно минус 3 делается, минус 2, ну, там очень много фрагов за одного игрока. И видно, как игрок контролирует разброс. То есть, понаблюдайте за тем, каким местом, на каком патроне, игрок старается пускать прицел и старается вообще, как двигаться при стрельбе. Вот это, собственно, все такие вот особенности.